Доброе утро и слава Господу! Иисус очень добрый ко мне. Поэтому я снова с Вами. Это Его милость. И для меня огромное удовольствие быть вместе с Вами, поклоняться вместе с Господом, и, конечно же, привилегия служить Вам. Здорово, замечательно, что Иисус с нами, что не просто Вы пришли, и Василий из Сибири приехал, но что Иисус здесь, и Он здесь, чтобы нам служить. А Он нам служит Своим Словом, которое полно силы. Его Слово полно силы, чтобы исполнить то, о чем Он говорит. И, конечно же, Дух Святой здесь. А, конечно же, это Дух Святой. Чтобы прикасаться к нам. И чтобы помазать нам. Аминь. Аминь. У меня есть два коротких видео. Мам две краткие видео. Можно первые. Можете пустить первое видео. Да. Сестра говорит на русском. Сестра говорит по-русски. И потом я объясню. А потом выясним, что говорим. Эти восемь месяцев это я провела в ожидании чуда Бога. Пастор молился за меня. Отменял диагнозы, чтобы полностью Бог поменяет у меня диагноз. У меня не будет онкологии никакой. Восемь месяцев я училась, но я шла с верой, что Бог отменил все это. Меня направили в Канты-Мансийск. Да, можно остановить здесь. Я скажу тогда. Можем тут нас оставить, я по-разправам. Если коротко это история. Это сестра Людмила. Ей муж и ее дети подошли ко мне. И сказали, что она в больнице. А поведали мне, что она в больнице. И я попросил, когда она выйдет из больницы, чтобы пришла, и я помолю за ней. И когда я молился за нее. Раньше Бог дал мне слово. И еще перед теми Бог дал слово. Когда молюсь, чтобы отменять диагноз. Что будут рушены диагнозы. И в нее рак третьей стадии. А она была раковину третьего ступня. И я именно так молился. А я получил пророссийское понимание. И я получил пророссийское понимание. И сказал ей. А поведал я, ты вернешься сюда. Ты с обратишься. С документами от лекарей. С документами от лекарей. Куда будет полностью отменен диагноз. И она вернулась из больницы. А она с обратила до немочницы. Врачи проверили ее. И лекари ее сконтрололи. И сказали. А поведали. У вас рак не третий стадий. У вас рак второй стадий. А уже не мать раковину третьего ступня. А раковину другого ступня. Это уже лучше. Это уже лучше. И потом ее отправили на лечение. А потом ее послали на лечбу. В другой город. До иного места. И там, когда проверили ее. А там, когда ее сконтрололи. Речи сказали. Лекари поедали. У вас нет никакого рака. Немаете żadную раковину. И она пришла. А она пришла. И у нее в руках бумажка. Ма в руке доклад о том. Где написано, что нет никакого рака. Что нет никакого рака. Друзья. Приателия. Я 31 год только в пастерском служении. Я 31 год служил как пастер. Мы молились много. За людьми в разных ситуациях. С разными болезнями. С разными хробами. Не все исцелялись. Не все были уздравы. Я не могу сказать, что я всегда видел исцеление. Не всегда были уздравы. И я не знаю, почему. Но я не знаю, почему. У меня нет ответа. Но я также знаю. Я также видел много. Но я также видел много. Когда люди исцеляются. Когда Иисус явно исцеляет людей. Когда Иисус явно уздравил людей. Поэтому давайте будем верить. Поэтому давайте будем верить. В Божий прикосновение. В Божий дотик. В котором освобождается сила. В котором освобождается сила. Для нашей жизни. Про нашу жизнь. Аминь. Аминь. И второе видео. Просто короткое. Другое видео. Краткое. Да, второе видео можно пустить. Другое видео пустите. Это у нас в себе. Это у нас на Сибири. На улице minus 25. А мы крестим людей. И мы сделали решение. Что в этом году в нашей церкви. Водный крест будет центральным событием. Мы много проповедуем. И видим людей. Которые приходят. Принимают Иисуса. Но не следуй за Иисусом. Я понял, что нам нужно людей приводить к серьезному решению. Когда они приняли Христа, они должны принять решение, что будут следовать за Христом. Что будут жить за Христом. И водное крещение, оно не дает спасения. Но это свидетельство того, что человек серьезно намерен следовать за Иисусом. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, как мы можем следовать за Иисусом. И следовать вместе с Иисусом. Прошлый год был не очень легкий. Не очень простой. И в конце года я молился за 23 год. И спрашивал, Господь, что будет происходить в следующем году? Мы же хотим знать будущее. Потому что мы можем к нему подготовиться. Мы хотим знать, что будет завтра. А бы мы были прихыстаны. Что будет в следующем году? И я молился. Я молился. И никакой ясности. Я подумал, пойду в YouTube. И посмотрю, что Бог сказал другим. А посмотрю, что Бог сказал другим. я посмотрел несколько видео где служители очень авторитетные говорили Бог мне сказал вот это и вот это я не сомневаюсь, что Бог им сказал это но не все, что Бог говорит другим имеет отношение к нам и я почувствовал что это никаким образом меня не касается я решил еще молиться и снова молился и Господь сказал мне я спрашивал что будет в 23. году и Господь сказал мне на разных местах у разных людей будет по-разному у всех будет по-разному у каждого это будет иное и вопрос не в том, что будет а в том а в том насколько люди будут близки со мной не в том, что с нами будет происходить не в том, что с нами будет происходить но сейчас мы живем в это время живем в таком времени когда это важнее, чем когда-либо близко с Христом близко с Христом аминь я знаю, что верующие люди бывают такие потеряные и испуганные из обстоятельств я знаю, что верующие люди некогда бывают такие стратения выстрашенные из околности как и что будет это естественно но мы то люди которые могут жить в своих естественной жизни мы живем с вами в последнее время мы живем в последних дни последнего времени живем в последних дни последних часов и вот пандемия была была пандемия войны землетрясения и все говорят а всі говорят скоро придет антихрист как будет А как будет? Да, наверное скоро придет антикризис. Как будет? Помните, что Иисус сказал? Он сказал учитникам своим. Идите. Я должен спросить, а мы ученики Иисуса? Иисус сказал. Идите и проповедуйте. Это задача на все времена. Что нам сегодня делать? То же самое. Проповедуйте в Англии. Идите и проповедуйте. И дальше Иисус сказал. Я с вами. До прихода антикриста. Это так, что Иисус был с нами. А потом. Антикрист разошелся. Последние дни. Все хуже и хуже. Иисус говорит. Что-то мне это не нравится. Мне это не нравится. Как-то слишком страшно. Это слишком страшно. Вы оставайтесь здесь. Вы тут останьте. А я подожду вас на небесах. А я вас почкам в небесах. Нет. Как Иисус сказал. Как Иисус сказал. И я с вами. А я с вами. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Каждый день. До конца века. Аж до конца веков. Нет ни одного дня, когда Иисус готов оставить нас. Нет ни одного дня, когда Иисус не готов быть вместе с нами. Аминь. И для нас очень важно хранить эту близость с Христом. И развивать ее. Я хочу поговорить с вами. На примере Моисея. Несколько таких важных принципов. Исход третья глава, первой стих. Первого стиха по четвертью. Спасибо Господу за приводчика. Она потрясающая служба. Она е ужасная служба. У нас уже четвертое служение сегодня. У нас уже четвертое служение сегодня. Уж маме низка четвертую богослужбу сполна. Как она замечательно приводит? Ее добра прекратателка. Вы не знаете? Вы не знаете. Но меня очень тяжело переводить. Потому что я говорю быстро. Либо говорим рыхло. Рыхло? Рыхло, быстро. Быстро. И очень сложно. А очень тяжело. Да. Спасибо огромное. И вам тоже спасибо. И так. Спеву по четвертый стих. Так что читаем от первого до четвертого верша. А Можи шпасол стадо Jetра, своего свокра, княза княжатя Мадианска, а захнал позволнан стадо аж за пусть а пришел к врху Божьему к хоребу. А указал саму анил Господину в пламене и охня в простредку кра а видел, что хлякер хори охнем а княж не страдал от огня. А Можи шпасол Но, что нехидем та а видим тото великое видение а почему не сори княж. А Господин видел, что отбочил, а бедил. А Бог заволал на него в простредку кра а рейкал Можи шпасол Можи шпасол а он отповедал тут som. Амин. Амин. Мы знаем, что Масей очень великый служитель мы знаем, что Можи шпасол вели очень великый служитель который был особый в отношении с Богом. Но все начинается здесь. Бог не пришел к нему не пришел к нему когда он сделал что-то великое или был значимым или был визнамным человеком он был простой пастуху своего тестя у него даже своей фирмы не было он работал на тесте пастухом никаких достижений наоборот поражения у него был negативный опыт служения Богу попытка служить Богу у него было сильное желание помочь народу и служить Богу но у него не было слова от Бога и плохо когда у нас есть слово но нету желания нету страсти и плохо когда у нас есть желание но нету слова от Бога Бог исполняет и наше желание он исполняет свое слово он выполняет свое слово и вот Моисей у него нему 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 сквознение и он думает он так будет всегда так то будет пастух на всю жизнь и дело здесь не в том что он делает а вообще не с Богом а в общении с Богом заметьте Бог приходит к Моисею и начинает с ним говорить а начинает с ним разговаривать когда он был просто пастухом и даже не служителем что я хочу сказать не думай таким образом может быть когда-нибудь когда я что-то сделаю для Бога когда я войду в свое призвание тогда Бог будет со мной говорить тогда у меня будет общение с Ним а отношение с Ним Бог хочет общаться с нами здесь и сейчас независимо от того где мы находимся без огляду на то где мы находимся я более того скажу а я окрем того повiem что Бог есть слово для каждого из нас в любое время в любых обстоятельствах а в каких окошных околностях аминь и вот Моисей а тут на Моисиш увидел куст который горел и не сгорел Бог решил привлечь внимание Бог Бог привлекает его внимания я могу сказать так что Бог всегда делает что-то чтобы привлечь наше внимание что-то насколько мы готовы это увидеть насколько мы готовы обратить внимание на то что Бог делает для нас там сказано что был крик который не сгорел и ангел и меня удивляет потому что Моисей сказал что Моисиш поедал поеду посмотрю на куст я бы пошел посмотреть на ангела а Моисей шел на куст смотреть мне кажется что Ангел интереснее но друзья я абсолютно верю что Бог не просто хочет давать нам какие-то знамения чтобы привлекать наше внимание Бог хочет нас от нас верисящих людей на плнен Духом сделать этим кустом сделать этим знамением которое будет привлекать людей не к нам а к Слову Божьему будет привлекать людей и Служи сказал что я крещу вас огнем и что такое крещение огнем это обладать чем-то что обязательно будет привлекать внимание людей аминь и Моисей сказал пойду пойду и посмотрю на это великое явление и смотрите как дальше Господь увидел что увидел желание Его сердца и снова хочу отметить что Бог видит не только наши великие дела но и наши желания нашего сердца стремления аминь и Господь увидел что он идет смотреть и вызвал к нему Господь увидел и начал говорить с ним и мы читаем что Бог сказал Моисей 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 двойное обращение это свидетельство хорошего отношения родственного отношения это свидетельство заинтересованности если бы Бог сказал один раз Моисей это означает что я где-то слышал о тебе каким-то образом встречался с тобой помню у меня есть визитка твоя а когда Моисей Моисей это свидетельство того что Бог заинтересовал Моисея что Бог хочет помочь Моисею что ему не все равно что происходит в жизни Моисея помните Иеремия 29 глава памятайте Иеремия 29 11 стих 11 верш Господь говорит я имею планы для тебя я думаю о твоем будущем чтобы было в будущем все хорошо не только мы планируем свою жизнь Бог планирует наше будущее у него есть планы для нас чтобы у нас все было в будущем хорошо аминь и когда Бог сказал Моисею Моисей Моисей это не просто отношения это заинтересованность его судьбе еще раз хочу отметить Господь увидел что Моисей идет и начал с ним говорить увидел и начал говорить что увидел что он идет а почему идет потому что решил потому что было желание было решение и он сделал это я согласен с тем что иногда бывает таким образом что Бог приходит к нам туда где мы находимся так бывает но не всегда иногда ко мне подходят люди и спрашивают пастор почему мне Бог ничего не говорит почему Бог ничего особо не делает я не переживаю близость с Богом давно не переживал близость с Богом я хочу что ты желаешь а как насчет шага которую нужно сделать и заметьте Бог начал говорить когда Моисей начал идти Бог начал говорить когда Моисей начал идти я могу говорить о своей жизни о своем служении это всегда так было Бог что-то вкладывает в мое сердце я вообще не понимаю как и что должно быть а потом делаю решение сделать первый шаг сделать первый шаг я делаю этот шаг и Бог начинает говорить Бог начинает что-то делать он начинает себя проявлять друзья я еще раз скажу я 31 год пастор если бы я знал в 92 году что значит быть пастором я бы никогда не согласился я и так тогда не был согласен если бы знал я бы никогда не согласился поэтому нам не все нужно знать но я не имел представления о пасторском служении я не имел представу о пасторской службе я не имел представления о пасторском службе я вообще не имел представления что такое проповедовать нетушил сам что это значит я помню я помню я шел на служение и шел на богослужбу я был в подпольной 50-й церкви потом я остановился потом я остановился и подумал нет не пойду нет не пойду пошел обратно остановился застал сам нет пойду нет пойду потом остановился потом я остановился нет не пойду нет не идем мы собрались на квартире мы сми састретли я пришел к той двери а пришел сом к дверам где было собрание где была богослужба я долго думал нажимать кнопку сигнал или нет а розмышлял че зазвоним на звончик а не так тяжело это давалось так мне то тяжко было так мне то тяжко знаете почему у нас был один брат Анатолий Анатолий и мы молились вместе всегда на собрании молились и как крышеный Духом Святым я молился на иных языках и Анатолий говорил так а теперь вы молитесь с пониманием и пришло время и он сказал мне брат Василий ты никогда не молишься с пониманием ты ничего не говоришь понятными словами только на языках ты ничего не говоришь с розумительными словами а поэтому на следующем служении ты будешь молиться с пониманием будешь вести молитву ты будешь вести молитву эта молитва должна была длиться две минуты а может быть и минуту и вы знаете для меня это был такой вызов что я думал идти или не идти идти или не идти сегодня я могу часами я могу часами молиться на языках и с пониманием а модлиться в языках и с порозумением сегодня я могу часами учить о молитве и это потому что тогда я сделал этот шаг он давался мне нелегко но я сделал этот шаг я сделал этот шаг и Бог начал вести меня дальше Бог начал меня учить и говорить то что касается молитв и вот Моисей я думаю что у него была борьба и идти и не идти и идти и господь сказал Моисею Моисей Моисей вообще не переживай я всегда буду за тебя я всегда помогу тебе аминь когда мы делаем шаг когда мы начинаем служить Бог будет нам говорить Бог нам будет говорить друзья мы нуждаемся в слове от Бога мы нуждаемся в пророческом слове от Бога мы нуждаемся чтобы кто-то нам сказал так говорит Господь ты великий ты особенный нету подобных тебе и конечно же Бог есть планы для нашей жизни но все что происходит в нашей жизни зависит не только от величия того слова которое мы услышим но также зависит от того что сказал Моисей Господь сказал ему Моисей 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 сказал вот я тут и это больше чем просто вот я я открыт для тебя я доверяю тебе ты можешь делать в моей жизни все что ты хочешь я для тебя вот я поэтому важно что говорит Бог но плоды и результаты это наши отношения я вам скажу больше это не просто отношение к конкретно сказанному слову это отношение к Богу это отношение к Богу и как следствие уже к тому что Он говорит аминь 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 вот я Господь вот мой Господь тут мы мы доверяем тебе нашу жизнь мы тебе доверяем в нашем животе аминь аминь и здесь еще есть что-то одно очень важное а тут еще нечо очень важное что Бог сказал Моисею что Бог сказал Моисею я думаю что это потрясающая рекомендация для нас с вами мы живем в таком динамичном времени интенсивном времени мне нравится Словакия здесь все спокойно все размеренно все делают все вовремя все организовано все все я живу последние годы в Москве все куда-то бегут и я с ними тоже бегу ты идешь в метро и все бегут и ты тоже бежишь а потом думаешь куда я никуда не спишу ты едешь на машине и уже 140 и ты еще хочешь быстрее а потом думаешь куда я никуда не спишу все спишат люди думают люди размышляют чем больше они спишат чем больше они спишут тем больше они достигнут тем больше они достигнут но это не так это не так наша жизнь зависит не от суеты вокруг нас а от общения с Господом и смотрите что Бог говорит Моисею пятый стих пятый верш сними обувь твою злок твоих все останавливайся сними твою обувь друзья это совет от Бога для этого времени на тенту час снимите свою обувь земля святая время и место которое деленное для Бога я теперь знаю что в Словаке тоже снимают обувь когда заходят домой снимаете обувь когда я помню первый раз был в Америке я вообще не мог понять почему обувь не снимают но в России у нас в Русску если я приду к тебе в гости я обязательно сниму обувь и это не только чтобы твои полы были чистые это означает что я никуда не спешу что я пришел к тебе если я приду к тебе звоню в дверь ты открываешь дверь я зайду в коридор и ты скажешь заходи попьем чай я тебе скажу нет нет я не буду снимать обувь это означает что я не буду проводить время с тобой я скажу дай мне сахар или что-то еще я не буду снимать обувь и тогда ты мне это дашь и я уйду я снимаю обувь только тогда когда я хочу провести время с тобой и к сожалению мы сформировались как крестьяне не все ты исключение но я и некоторые другие мы сформировались так мы сформировались таким образом мы сформировали таким способом что все время в коридоре что мы целый час на ходбе в коридоре на ходбе да в Божьих присутствия в Божьей притомности и все время просим что-то в него а целый час от него о нем нет не соглас路 никогда не снимаем обувь никогда не их earthquakes Иисус говорит сегодня. Время снимать обувь. Такие обстоятельства. Помните, что Псалом 23 говорит. Если ты пойдешь в долину смертной тени. Я с тобой. Мой жезл, мой посох. Моя власть. Поможет тебе. Иисус. Он ведет нас на злашные пажики. Нас водит на зеленые пастки. И к водам тихим. И понятно. Что если ты поехал в высокие таты. На курорт. На долину к пупел. Ты там спокоен. А если обстоятельства. Что Иисус говорит. Чего говорит. Пред лицом врагов. Пред лицом врагов. Я накрою стол. С пресс-тирамством. Для чего? А для того, чтобы общаться. А для того, чтобы общаться. Ух. Это не так. Это не так. Что когда все хорошо. Мы имеем общение с Господом. А когда обстоятельства плохие. Ну тогда какие могут быть? Какое может быть общение с Господом? Оно должно быть, как никогда раньше. Перед лицом врагов. Тех, кто выступает против тебя. Я накрываю стол для тебя. Знаете, что я вам скажу? Общение с Иисусом это самые сильные орудия для наших побед. Это самый сильный, что может помочь нам. И еще один стих я хочу прочесть. Седьмой. И сказал Господь Моисею, я увидел страдания Твои. Я увидел страдания Твои. Нет? Нет, я увидел страдания. Я думаю, что здесь была пауза. Я считаю, что это была пауза. И Моисею обрадовался. А Моисею себя зарадовал. Господь смотрит на него. Пар на него посмотрит. И говорит. А говорит. Я увидел страдания. Я увидел трапение. И Моисею подумал. А Моисею, Моисею си поразмышлял. Наконец-то кто-то увидел. Конично кто-то увидел. Как мне тяжело. Как мне тяжело. Как мне плохо. Как мне зло. Как я страдаю. Как я страдаю. Как я устал быть пастухом у тесте. Как мне надоели эти овцы. Тяжело в пустыне от жары. И ночью от холода. И все, и жена, и дети. Семинария как не совется не было. Как я от этого все устал. Наконец-то. Бог увидел мое страдание. Но посмотрите, как здесь написано. До конца послушайте. И сказал Господь Моисею. Дальше. Такое впечатление. Что Бог смотрит на Моисея. Что Бог смотрит на Моисея. И не видит Моисея. Он говорит, я увидел. Он говорит, я увидел. Смотрит на Моисея. Дива себя на Моисея. И говорит, я увидел. Как люди там страдают. Как люди там тропят. Я услышал их молитвы. Я увидел, как им плохо. Я увидел, как им я злой. Знаете, что, дорогие друзья. Вьете, что, дорогие приятели. Это правда. Это правда. Бог смотрит на нас. Бог смотрит на нас. И видит, как через нас помочь другим. А видит, как через нас помочь другим. Бог не только отвечает на наши молитвы. Бог не отвечает на наши молитвы. Он отвечает на наши молитвы. Он отвечает на наши молитвы. Но это великое благословение, что Он делает нас, ответом на молитвы других. Я увидел страдания. Людей там. А как насчет меня? А как насчет моих страданий? А что мои проблемы? Что со мной? Ты сказал? Моисей, Моисей. Можешь, Можешь. Что ты заинтересован во мне? А выглядит так, что у других заинтересован больше, чем у меня. А выглядит так, что у других заинтересован больше, чем у меня. Мое утверждение, которая снова на написании, она будет звучать так, когда Бог, через нас, помагает другим, Он служит и нам. Когда Бог через нас служит другим, Он помогает и нам. У меня есть история. Когда мы начали церковь, в 92. году, первое служение у нас было 8 человек. На первой службе нас было 8 людей. Я думаю, что эту историю я у вас не рассказал. Нет, не разговаривал на этом примере. В следующем служении нас было 15 человек. А потом через несколько служений нас было 30 человек. И меня это очень сильно напугало. А меня это очень сильно напугало. Очень сильно. Почему? Потому что я не знал, что делать с 5 человеком. А тут уже 30. И у меня появилась идея. Я сказал. Я с ним по рассказал. Нас много. Я нас много. А вы все младенцы, новообращенные. А вы все еще духовные детятки. Поэтому. Нужно, чтобы вы растите духовно. И для этого. А к тому же. Мы больше никого не зовем в церковь. Вы вырастите духовно. Вы подрастите немного духовно. И потом еще несколько человек позовем. Мне, конечно, это не понравилось. Мне кажется, это не понравилось. Служение закончилось. Скончила себя богослужба. Мы помолились в молитве спасения. Мы помолились в молитве спасения. Вышло где-то 5-7 человек. А если 5 или 7 людей вышло на вызву. И я хочу сказать кому-то. А если вы пришли первый раз. Или не первый раз. Или не первый раз. Вы никогда не молились в молитву спасения. А мы будем сегодня молиться в молитве спасения. Это самая важная молитва, которую вы можете произнести в своей жизни. Поэтому, когда мы будем молиться в молитве спасения. Молитесь с нами. Ну вот. Эти люди помолились. А я сказал им. Идите домой. Придете в следующее воскресенье. А вы остались. И все остались. И я спросил. Мы договорились с вами. Кто позвал этих людей? И все вот так кивали. После служения. Я шел и разговаривал с Богом. Я не хотел быть пастырем. И все время искал причину, почему я не могу быть пастырем. Я говорю, Господь, я не могу быть больше пастырем, ты видишь, они меня не слушают, и они меня обманывают, я спросил, кто, они говорят, что они этого не сделали, и Господь ответил мне, и говорит, они тебя не обманывают, они тебя не кладут. Это не они привели людей, это я привел людей, я сам привел этих людей, и тогда я спросил, Господь, а мне что делать, Господь сказал мне, не мешай мне, и вот я перестал мешать Богу, и у нас началось пробуждение, мы видели огромное количество чудес, и меньше, чем за год, меньше, чем за год, у нас было 750 человек, но в один день, я проник со печалью, почему, потому что я видел постоянно, как десятки, сотни людей, приходят к Иисусу, и это не чужие люди, я их не знаю, а вся моя семья, не спасена, я был единственным, кто, я первый был, кто принял спасение, они не спасены, А Писание говорит, что если ты не думаешь о своих близких, то ты хуже неверующих, поэтому я сделал решение, что я прекращаю свое служение, что я прекращаю свою службу, не закрываю церковь, но останавливаю свое служение, не затворю церковь, а только опущу эту службу, еду туда, где живут мои родственники, и не вернусь, а не вернусь, до тех пор, пока они не будут спасены, кем они не будут спасены, купил билет на самолет, купил селиски на випадок, за мной приехала машина, чтобы везти меня в аэропорт, чтобы меня отвезли на летиско, я стоял в коридоре, встал на ходьбе, обувь, но и решил помолиться, а разрозал сам помодлить, вы знаете, почему некоторые христиане не молятся? они боятся, что Бог им ответит, я чувствовал, что не нужно молиться, но как-то это уже была моя привычка, и я стоял и сказал, а так сам встал, а сам поедал, я уезжаю, Господь, Пане, благослови меня, пожегнай ма, и Господь сказал мне, а Пан ми поедал, я не благословляю тебя, я тебя не пожегнам, как не благословляю, а как же ма не пожегнай, я Василий Витюк, я сам Василий Витюк, меня нельзя не благословить, меня не можно не пожегнать, как не благословляю, а как же ма не пожегнай, И тогда Господь сказал мне, останься. Забудься о моей церкви. Служь людям. И я позабочусь о твоей семье. И я буду служить твоей семье. Прошло 7 лет. Мы построили здание церкви. И вы видели сегодня водное крещение. И это было первое водное крещение в новом здании. Это было первое водное крещение в новом здании. Перед этим Мои родственники позвонили мне. И сказали, ты давно не был. Приезжай в гости. Я сказал, не могу приехать. Давайте я куплю вам билеты. Приедите вы ко мне в гости. И они приехали ко мне в гости. И знаете что? Когда я крестил первого человека. Это была дочка моего брата. Потом была дочка моего сестры. Потом была дочка моего сестры. Потом моего брат. Сестра. А там сидел отец. Которого я крестил раньше. И когда дочка моего брата подняла с воды. Я услышал слово от Господа. Я верен. Я верен своему слову. Я обещал тебе. Я просил тебя. Я просил. Чтобы ты заботился о царе. И я позабочусь о твоей семье. А я постарам о твою родину. И ты можешь видеть. А ты можешь видеть. Что я позаботился о спасении твоей семьи. Аминь. 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 И таким же образом Господь говорит с Моисеем. Бог говорит с Моисеем. Моисеем. Когда через тебя я буду служить другим. Я буду служить тебе. Что за время, в котором мы живем. А как это частично? Непростое время. Не это единодухий час. Но это время снимать свою обувь. Иметь общение с Господом. А мать вз Campus с Богом. И это время. А это то есть час? Продолжать служить. Продолжать служить другим. Даже если что-то. А до конца, и когда нет. Наша жизнь не происходит. В нашем животе не, не деят так. Даже если что-то с нашими близкими не происходит. Чего мы ожидаем? А и ка с нашими близкими сейчас не происходит. это не означает, что нужно останавливаться. Нам нужно продолжать служить другим. В имя Иисуса Христа. Делая тебя и меня ответом на молитвы других, Бог и отвечает на наши молитвы. И все святые скажут. Аминь. У меня еще будет одно краткое слово перед молитвой. Я готова молиться за вас, если вам нужна молитва. И я скажу, о чем молиться. Но сейчас я бы хотел, чтобы мы вместе помолились одной важной молитвой. Это молитва спасения. Это молитва покаяния. Нет другого имени, которое можно было бы спасти. И это единственное имя. Это Иисус. Он спаситель. И Писание говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Всякий, кто призовет Иисуса, свою жизнь как спаситель, будет спасен. Будет спасен. Будет спасен. Мы не родим с христианами. Мы не родим с христианами. Даже родим с христианской семьей. А когда ты родишь в христианской родине, это выбор. Это осознанный выбор. Осознанное решение. И Библия говорит, что если мы верим в сердце, это к праведности. А если исповедуем устами, то это к спасению. Что исповедуем устами? Что признаем? Что признаем? Я грешник. И мне нужно прощение. А потребуем отпустение. Потому что с этим связано мое будущее. Не только будущее здесь. Будущее, но и в вечности. Я могу получить прощение. Можем достоять отпустение. Только по милости Божьей. Которая была явлена всем. Которая была заявлена всем. В Христе Иисусе. В Христове Иисусе. Была явлена всем. Болась заявлена всем. Но проявляется в жизни только тех. Которые принимают эту милость. Которые принимают эту милость. И мы делаем это в молитве. Давайте склоним свои головы. Если вы никогда не моллили с этой молитвой. Мы будем все вместе молиться. Я скажу слова этой молитвы. Повторяйте со мной. Но пусть это будет выражение вашей веры. Давайте скажем вместе. Отец Небесный. Я приходил к тебе. И я исповедую. Что я нуждаюсь в прощении. Отпустение моих грехов. Я нуждаюсь в новой жизни. Потребую новый живот. Который приходит от тебя. Который приходит от тебя. Я нуждаюсь в вечной жизни. Потребую вечный живот. Я верю. Я верю. Что Иисус Христус. Что Иисус Христус. Сын Божий. Сын Божий. Пришел в этот мир. Пришел на тенту свет. Чтобы спасти грешников. Аби спасти грешников. И я нуждаюсь в спасении. Я потребую спасения. Поэтому я молюсь сейчас. Пришел сейчас. Молюсь сейчас. Модлимся сейчас. Чтобы Иисус. Аби Иисус. Пришел в мою жизнь. Пришел до моего живота. Вошел в мое сердце. Вошел до моего сердца. Очистил меня. Очистил меня. Кровью своей. Кровью своей. От всякого греха. От каждого греха. И Дух Святой. А Дух Святой. Возродил меня к новой жизни. Возродил новому животу. Я принимаю. Я принимаю. Дар вечной жизни. Дар вечного живота. И я исповедую. А я вызнавам. Что Иисус Христос. Что Иисус Христос. Мой спаситель. Я мой спаситель. И мой Господь. А мой Пан. От ныне и вовеки. От teraz аж навеки. Во имя Отца. Мене Отца. И Сына. И Сына. И Святого Духа. А Святого Духа. Аминь. 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 Если вы молились этой молитвой впервые. Независимо. Где. Здесь. Или может быть смотрите нас онлайн. Или будете смотреть в записи. Пока сте са туто модлитбу модлили первые крат. Je то одночиту. Альбо то будете позерать. За зазнаму. Если здесь я молюсь в первые. Пока сте са туна модлили ту модлитбу. Подойдите пожалуйста после служения к служителям. Приньте просим по богослужбе к служебникам. Если в онлайн или в записи. напишите пожалуйста чтобы у нас была обратная связь с вами аминь а сейчас пред тем как я буду молиться за вас если вы конечно захотите чтобы я молился за вас я хочу чтобы мы с вами посмотрели еще одно местописание евангелия лукаса 4 капитала друзья был кто 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 пришел первый раз можно увидеть ваше руку приателе а где тут никто кто тут првыкрат добро пожаловать я вижу ваше руку добро пожаловать кто тут еще слава господу слава господу итак евангелия от луки 4 глава евангелия подла лукаша 4 капитала давайте будем посмотрим 14 стиха не лучше 16 от 16 сказано что Иисус пришел в Назарет и по привычке пришел в синагогу христиане они подражают Христу и Иисуса была привычка ходить на собрание ходить на богослужбы поэтому я сложно представляю себя людей которые говорят что не христиане они ходят на собрание но не ходят на богослужбы и смотрите Иисус пришел и подали ему книгу и он начал читать друзья читайте Писание ходите на собрание но также читайте Писание потому что Писание открывает нам наше призвание Писание показывает нам путь от Господа и когда мы читаем Писание это умножает не только откровение в нашей жизни но и умножает но и помазание и дальше Иисус сказал 18 стих можно прочесть И 19 стих а выгласить Рок Панов приемный Аминь Иисус говорит Дух Господа на мне Он помазал меня помазание Святого Духа на мне мы сегодня во Христе Иисусе это означает что помазание Духа Святого на нас Иисус говорит помазание помазание дает мне свою естественную силу чтобы служить людям над природной силу отпустить из мученных на свободу в 90-х годах и начало 2000-х в России была эпидемия наркомании вы не могли увидеть молодых людей которые не были бы связаны с наркотиками и все говорили врачи власти лекари влада что это никаким образом нельзя изменить что наркомания это на всю жизнь исправить и все что нужно делать это изолировать этих людей изолировать этих людей изолировать этих людей осенью Я попредил в Москве на конференции. Мой другий пископ позвал меня. У него 160 церквей. И 200 центров реабилитации для алкоголиков и наркоманов. Там было 160 пасторов. 200 руководителей центров. И еще несколько сотен служителей. И знаете, что? Только я и он на этой конференции мы раньше не были наркоманы. Все пасторы это бывшие наркоманы. И они прожили силу Божью. Через молитву. Через прикосновение. Их жизни радикально изменились. И это то, что я хочу сказать вам. Что мы помазаны. И Дух дает нам сверхъестественную силу. А Дух Святый нам давал надприродзенную силу. Для служения людям. Аби смогли служить. Верите в это. Верите в эту силу от Господа. Верите в эту силу от Господа. Более того. Иисус говорит в 19-ти стиху. Иисус говорит в 19-ти стиху. Пропроведует лето Господне благоприятное. Помазанное слово. Делает любой период твоей жизни успешным. Лето. Это хорошее время. Это добрый час. Но мы можем вспомнить. Но мы можем вспомнить. Ни одно лето в нашей жизни. Что не было очень хорошее. Кое не было доброе. Великое. Человек думает так. Человек так размышляет. Вот это хорошая работа. Это хорошая работа. Устроить на эту работу. И все в моей жизни будет хорошо. И не все хорошо. Для того. Чтобы любой сезон в нашей жизни. Это касается или служения. Или после жизни нашей. У нас будут хорошие отношения в семье. Дети вырастут. Сейчас дети нам мешают. А вот вырастут. У нас будет идеальная семья. Будем им идеальную родину. Дети вырастут. И ничего хорошее не изменилось. Будь хорошо. Будет Слово и помазание. И теперь, в завершении, не всем понравилось то, что говорил Иисус, даже наоборот, всем не понравилось. И там написано, 28 стих, что они все возмутились, наполнились яростью, и вытолкали Иисуса. Они вытолкали Его из синагоги, потом вытолкали Его из города и привели его на край горы. Мы говорили о том, что помазание дает нам силу служить другим. Но мы говорили также о том, что когда мы служим другим, Бог служит нам. И помазание не только дает нам силу служить другим, оно еще служит нам. Оно служит нам. Оно служит нам. Оно помогает нам. Помогает нам. И вот Иисуса привели его на край горы. Я был там. Я был там. Очень страшно. Я так подошел издалека, посмотрел и ушел. Я так посмотрел из диалки и Иисуса стоял на краю горы. Сюда нельзя. Там нет, там есть конец, все, а туда невозможно, потому что там стоит толпа людей, сюда нельзя, туда невозможно, там не можно, туда еще рано, там еще скоро, что делать? Что делать? Что делать? Кто поможет? Ангели? Они помогают, но не этот случай, помазание, оно дает ему понимание, как поступить, и оно меняет обстоятельства, и он поверачивается, он ся оточит, и знаете что? Начинает идти, и все раступаются, и все раступаются, и все раступаются, у них было больше силы, чем Иисуса, но у него было помазание, которое было больше, чем вся эта сила, аминь, помазание сделало пути? Помазание уробило то? Как мы будем жить? Так же. Будем строить отношения со Христом, и будем продолжать служить людям. А будем продолжать служить людям. Как мы будем служить людям? Ако будем служить людям? Вера в силу Божьего помазания. И Господь будет служить нам. И Его помазание будет служить нам. И Его помазание будет служить нам. В имя Иисуса Христа. В имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.